В Щелкове ветеранский футбол очень популярен. В минувшую субботу, накануне Дня защитника Отечества, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Центральной собрал шесть команд 60+. Гости из Иванова, Москвы, Гусь-Хрустального, Ивантиевки и Королева состязались с командой из Щелкова, которую возглавляет Александр Лексидов. Очень известный и уважаемый спортсмен, организатор многих футбольных баталий, он начал развивать футбол на Щелковской земле более 20 лет назад. В итоге это переросло в команду Массеров-Щелковский «Спартак», которая стала обладателем Кубка страны в 2005 году, с серебром бронзовым призером с чемпионата России 45-го и 34-го годов. А потом, значит, перешло это уже, люди повзрослели, соответственно, стали за 60 лет уже многим, да, ну и идея-то она не умирает. Поэтому хотим продлить наше долголетие в спорте активно. Ну, я думаю, это правильно. На турнире ветераны футбола играли не просто азартно, но и очень технично. Сразу было видно, что на поле вышли настоящие спортивные асы. Футболисты с большой буквы, красивые обводки, комбинационные построения, удары с лету. Это был однозначно еще и командный футбол. Очень сильный коллектив футболистов приехал из Москвы. В прошлом году команда победила на подобном турнире во Фрязино. Команда, в принципе, активное долголетие в этом составе создана в этом году. То есть есть, значит, программа активное долголетие. Это и Собянинская мэра Москвы, и Воробьева, губернатора Московской области. Ну вот мы как бы решили активизироваться и помочь в развитии этой программы. Несмотря на по-настоящему мужской напористый футбол, игроки показали деликатное и очень уважительное отношение к своим соперникам. Гости с благодарностью говорили об организаторах турнира. На кануне праздника вот этот турнир проводят ребята, организаторам большое спасибо, что собрали нас ветеранов 60+. Тем более у меня отец воевал, воевал дедушка, погиб под Сталинградом. Вот я от всех ветеранов наших, потому что многих отцы воевали, деды, хочу всех ветеранов живых, кто остался в живых, поздравить их и низкий им поклон от всех нас. В финале первое и второе места разыгрывали ивановцы и щелковцы. Игра была очень упорной и практически равной. Ну а спортивное счастье на этот раз улыбнулось футболистам из Щелкова. Они победили со счетом 1-0. Кубок турнира остался дома. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.